Хазим находится в больнице с диагнозом деменция. После скандала в ночь запуска Хазан, Егыз и Синан очень грустны и злы. Они пошли и провели исследование в отеле. Управляющий отеля поручил охраннику взять на себя вину. Но Егыз ему не поверил. С другой стороны, Идже увидела истинное лицо Есимин. Он очень сожалеет и сожалеет о том, что попал в ее ловушку и причинил зло своей сестре. Он пошел поговорить со своей сестрой, но не смог ее найти, поэтому признался во всем Егизу. Егыз тоже пошел в отель и получил улики. Затем он столкнулся с Есимин перед Гюкханом. Но Есимин добилась победы. Мое пищеварение ухудшилось. Гюкхан неохотно отвез отца вместе с женой в больницу. Делали это тайно от всех. Когда заговорили о слабоумии, он был шокирован и взбунтовался. После больницы настала очередь суда, и они были близки к тому, чтобы взять все на себя. Гюкхан испытывает раскаяние, но попадается на уловку своей злой жены. По словам Егиза, он стал игрушкой в руках Есимин. Хазан и Синан пытаются спасти бренд, делают все возможное. По словам Егиза, пришло время поехать в Америку, которую он откладывал. Он собрал чемодан и попрощался со всеми. Наконец он попрощался с Хазан и Синан. Синан был опустошен. Хазан тоже было очень грустно. Он спросил причину ухода, но Егиз не дал ответа, что он мог сказать. Сцена прощания была очень грустной. Сама Хазан была растеряна и грустна, сама не зная почему. Фазилет догадалась, что с Хазимом что-то случилось, но убедить никого не смогла. Все раскрылось благодаря карточке, которая выпала из сумки, когда он пошел рвать волосы Есимин. Когда Фазилет узнала, что Хазим Бей находится в больнице, она немедленно забрала Идже с собой, и они вместе отправились в больницу. Они увидели ситуацию Хазима своими глазами и были поражены. Идже, вероятно, поймет, что это произошло из-за лекарства и что она в очередной раз попалась на уловку Есимин. Конечно, Есимин сделала все необходимое, чтобы обвинить Идже в применении препарата. По дороге в больницу Идже позвонила Хазан и объяснила ситуацию. Пока Синан ехал в больницу, он отправил Хазан в аэропорт, чтобы поймать Егиза. Хазан поехала в аэропорт, но там сказали, что самолет улетел. Егизу не следовало уходить, его должна была догнать Хазан. Посмотрим, может быть, именно это и произошло. У Есимин тоже есть план на Хазан. Пока Хазан и Егиз преследуют Фазилет, Синан переживает один из самых трудных моментов с отцом. Ситуация Хазима сейчас вызывает тревогу. Произошедшее по настоянию Синана, который не смог убедить отца отвезти его к врачу, заставило Гигхана полностью отдаться Есимин. В то время как план Есимин относительно Хазима работает гладко, битва между Едже и Хазан, которые столкнулись с серьезным кризисом из-за своей матери, предлагает Есимин еще одну невообразимую возможность. Несмотря на всю реакцию брата, Хазан борется против Есимин вместе со своей матерью. С другой стороны, по мере приближения презентации косметики Егиз, Синан и Хазан откладывают в сторону все окружающие их проблемы и начинают готовиться к важным ночам в своей жизни. Хотя реакция на косметический бренд Хазима усложняет ситуацию, чем они ожидали, Егиз сталкивается с реальностью банкротства больше, чем когда-либо. Пока Синан и Хазан делают все возможное, чтобы зажечь свет Егиза, самая захватывающая ночь в их жизни оборачивается скандалом года из-за жестокой ловушки Есимин. Хазан и Синан заключили мир. Хазан и Синан наконец помирились. В конце последней серии Егиз собрал Синана и Хазан в доме в Агве под предлогом предвыборной стрельбы и запер перед ними дверь. Всю ночь они не разговаривали, спорили. Утром Егиз пришел, открыл дверь и стал ждать в стороне. Когда дверь открылась, Хазан повернулась и ушла, но в последний момент слова Синана повлияли на нее и она остановилась. Синан пришел и они обнялись и поцеловались. Егиз тоже это увидел, Идже тоже была там, она все видела и радовалась за сестру. Идже знает, что Егиз тоже влюблен в Хазан, она это заметила. Когда вечером он пришел поговорить со своей сестрой, он поговорил с Егизом, любовь, которую невозможно прожить, становится бессмертной, сказал он. Тем временем выяснилось, что Селин беременна. Когда Есин и Идже пришли поговорить с Селин о сцене поцелуя в больнице, девушка упала и потеряла сознание. В больнице, пока Идже говорила, что если ты не поцелуешь тогда Селин, все изменится, врач сообщил, что Селин беременна. Конечно, Идже была опустошена. Есимин, коварная невеста государей, в очередной раз оклеветала Фазилет. Теща Хазима Егимена живет в трущобах. Он сделал репортаж и обвинил в этом Фазилета. Господин Хазим сошел с ума, мужчине становится все хуже и хуже из-за лекарств, он становится злым и нетерпимым. Его руки тоже трясутся. Журналисты остановились у двери Фазилет. Идже также обвинила в этой новости свою мать. Он подошел к ее двери и сказал, пожалуйста, перестань, мама. Я устал стыдиться своей матери. Он спросил, сколько денег он хочет. Он сказал, давайте дадим вам деньги, дом, все, что вы хотите, отстаньте от нас. Женщина ничего не хочет, он хочет, чтобы его дочь открыла глаза сейчас. То, что сказала Идже, меня очень тронуло. Хазан и Синан, помирившиеся и воссоединившиеся друг с другом, очень счастливы. Они оба поблагодарили Егиза. Егиз с болью наблюдает за их счастьем. Когда Идже случайно добавил слишком много лекарства в чай господина Хазима, он заболел, и его память внезапно ослабла. Мальчик удивился, когда спросил Синана, пришедшего в компанию поговорить с ним, где твои мама и тетя. Фазилет попыталась покончить жизнь самоубийством и включила газету. Но его спасли сосед и Есин. Когда на следующий день Хазан получила эту новость, она поспешила в больницу. Но он не смог найти там свою мать. Фазилет садится в автобус и уезжает. Беременность Селин также была вниматочной. Но никто не знает и, вероятно, никому не расскажет. Великая жертва Егиза. Синан и Егиз стояли лицом друг к другу, и Едже слушала их. Только брату Синана, с каких это пор ты влюблен в Хазан, как только он спросил, перед ними появилась Хазан. К счастью, Хазан не услышала этого вопроса. Когда Едже намекнула сестре, что Егиз влюблен в нее, Хазан очень рассердилась и отреагировала бурно. В это время Синан разговаривал со своим братом. Егиз сказал своему брату, он твердо сказал, что не любит Хазан. Внутри он говорил совершенно другие вещи. Он по уши влюбился в Хазан. Но он будет молчать о своем брате. Он не только будет хранить молчание, но и попытается сблизить их. Их разговор составил план их одиночества, гарантируя, что они оба окажутся в ловушке в лифте вместе. Но его план не удался, они не разговаривали, спорили. С другой стороны, Фазилет пытается выяснить, кто устроил ей ловушку относительно картины. Но Ясимин все подстроила, она преграждает Фазилет все пути, не может доказать свою невиновность. Селин идет к отцу и говорит, твоя жена должна держаться подальше от моего мужа. Хазим сходит с ума и похищает Ясина, держись подальше от моей жены, или я убью тебя, говорит он, приставив к ее голове пистолет. В этот момент приходят Идже, Гекхан и Селин и криком останавливают Хазима. Ясимин не останавливается, она отводит Идже к врачу, с которым она согласилась, и заставляет ее порекомендовать лекарство, которое она тайно дала Хазиму, как если бы это было лекарство, которое она принимала сама.